Вы меня все знают, я хочу на паре рекой алкоголь Убедите меня, роды, хаос, не везите меня домой Всем привет! Как нравится эта песня, я просто в шоке Сначала эта песня мне не понравилась, а теперь она мне нравится Я вышла из дома, торопилась, опять проспала немного У нас с Кариной с 2 часов до 4 студия Сейчас я туда еду, она уже там Взяла вещи с собой А там всякие шубки, куртки, которые вчера забыла домой занести И которые с дачи привезли Вот, еду к Карине в студию, встала в небольшую пробку, опаздываю Даже волосы не стала выпрямлять, взяла с собой выпрямитель, буду там это уже делать Ой, леди, девчоночки, я так устала, я не могу уже Я завтра буду спать, да Сейчас доеду до Карины и буду там снимать для вас влог, показывать, чем мы занимаемся, подурачимся Но вообще мы фоткаться планируем, я взяла вещички, даже фотоаппарат взяла Хотя Карина говорит, давай на телефон, да? Ну я тоже, как бы сейчас в последнее время только на телефон фоткаюсь Но иногда бывают такие моменты, когда я понимаю, что фотки на фотоаппарат получились бы лучше Это как раз таки в студии обычно происходит у меня Поэтому я, пожалуй, все-таки возьму фотоаппарат Взяла фотоаппарат, потому что хочу хорошие фотки Но я забыла парики Отличные новости А я именно в парике хотела пофоткаться Ну ладно, твою мать Слады конца туда, это минут три, пуском, и обратно Ой, по лестнице четыре этажа Тяжелая мясорка, но я смог Ты что, ты едешь, я тебе веселенько Привет, мои хорошие Погадай, что я делала Вот тут зеркало Смотрела мой лоб Да, я уже на 28-м минуте Ты меня вновь, да Я в шоке, что в час, конечно Было два часа материала вчерашнего влога Я сидела такая, что им оставить, что нет А, все, оставим Вкусно Колонку, брат Я взяла крем-то, дали, но он у меня без коробки Мне не нужна Ты меня все заехать Я хочу на панах домой Дальше еще не выучила Елка офигенно красивая, посмотри Ого, мама, что мне красная Это очень круто Сначала спускай, что нафиг Давайте вам зло покажу Да, вообще прикольный Тут можно, тут можно Я в топорад взяла, кстати Вайка в зеркало вот отсюда красиво, глянь Вообще сказкле Ты сюда садилась уже? Не, я боюсь Я думаю, вряд ли Давай солнышко Блин, такие классные зубы сейчас были Да, я уже привыкла, я уже понимаю, что мне нравится Ну, типа, уже прям кайфую Ты мне в сезай, я хочу на Бальта, Маритус Клип мне снимают, братка Ну и на твою песню Да нафиг Блин, ну хорошо Иди утюжься, бомж Ладно Там занято дальше, да? Что занято? Зал этот Может, еще продлим? Господи, да я могу быть просто рекламным лицом любой компании Например, локолюд Жду, когда братка закончит свои дела расколбасные Когда она не выспалась Так, монетизацию не снимать Да ты достала Не даешь веселиться мне пять минут Кто вам сказал, сейчас мы будем фоткаться Я пофоткаю Карину, она меня пофоткает, ну как обычно Ой, а вы можете посмотреть пока Сегодня мне было очень холодно Потому что я спала в топике И утром мне было безумно холодно И знаешь, кто меня спас от мороза? Слава? Нет, он спал Он вообще просто грел Вивена? Вивена Она была под одеялом, очень теплая И она просто прошлась у меня вот так вот Ну типа обтерлась об меня вот так вот по спине моей И она меня так согрела Я думаю, маленький комочек Ну решайся, брат, делай в мире Всегда так провоцирую Карину Ну давай, фоткай Ладно Надо правильно встать, чтобы выглядело что-то не горбатое, а модное Да Но я не знаю, как именно Приехала Маша Привет Чтобы свет был фоткать Фоткать Карину Мы говорили сейчас, что Маша придумала нам идеи для трехмерной коллаборации Вай-вай И она мне их как-то говорила Я сказала, надо разделать Там вариантов типа 8-9 Так красиво, кстати, отсюда, где я Тоже можешь фоткать Нафиг твой блог Быстро фоткай Прикольная студия, зал, мне нравится Жалко, что она на четвертом этаже Да В нашем возрасте очень сложно дойти, конечно, до таких высот Карина на лифте добралась, а мы с Машей пешком поднимались Верни в другую сторону эту звезду, наверное Потому что очень желтит А ты не любишь желтую Ты ее так хорошо знаешь Может быть, вы будете дружить вдвоем Блин, давай не начинай, пожалуйста Может быть, поедете в Европу вдвоем Блин, я каждая праздник, что я не создаю А правда, что Юля тебя ненавидит? А правда, что вы не можете вообще общаться? Правда, посмотрите, подружка у меня отбирает Да не, не, вообще пофиг Мне даже классно, я лежу на кровати, а ты ее фоткаешь Нет, я тоже пофоткаю, конечно, без проблем Интересно, сколько людей уже лежали на этой кровати? Ю, что делаешь? Для скрина Лежу как дура такая О, новый человек, который прокомментирует мои виниры Мне они нравятся Они вживую выглядят очень красиво На фотке, возможно, из-за контраста кажется, что... На видео, да? Ого! Ну, через камеру Ого! Непривычно А вживую даже не особо изобидно Ну, имеется в виду просто, типа, белые А так нету такого, чтобы... Ну да, просто зубы, вообще То есть это не ситуация, когда Явлеева ставила зубы и все такие... Блин, ну... Вот это фонарь! А я даже не... А у нее... Как думаешь, у нее белеет? Ты видела ее вживую? Я вживую не видела, но у нее прям очень белые На всех видео, на всех фотках, в любом освещении Ну, ты знаешь, вот я смотрю на ее зубы... Он тоже естественный цвет Ну, он, типа, не самый белый, он второй по белизне Ну, он тоже, как бы, белый, конечно же Но вот я смотрю на Явлеева, у меня нет такого, типа, жести, они такие белые Наоборот, я смотрю и думаю, вау, как красиво Я думаю, дело привычки, потому что сегодня у меня уже в комментах под видосом новым пишут Вау, я уже за один день привыкла Типа, все нормально У тебя просто свои были очень ровные и тоже белые В целом, я не понимаю, зачем поставила серии Нет, они были не такие белые, конечно же, и не такие же ровные И они были короче намного, что, когда я говорила, у меня даже зубы было не видно, прикинь Но у тебя были красивые зубы Ну да, они были не к чему такие Поэтому эти тоже красивые Ну, типа, блин, почему я все время так странно говорю и не могу выразить свою мысль нормально? Короче, у тебя красивые зубы, точка Когда появляется третий в нашей компании, Карина сидит одна Я не такая общительная Ты серьезно? Да, я буду плакать Мы с Машей начали болтать про всякие процедурки Все такое, Карина такая стоит в сторонке, в углу забила Карина просто открыла чатик соскам Просто ему нужно рекламу помочь Это реклама, мне же здесь сидит Думаете, вам надоела реклама? Это нам она надоела Нет, мне нормально Заказывайте внизу адрес почты А что, вы потом на топ-стрейчинг? Пойдешь с нами? Да не пойду я с вами У меня ни формы, ни настроения Ты что, ты форму не взяла? Ты зачем? Я же сказала, что я не пойду Я лучше в кровати поваляюсь Не, ну это прикольно Я бы хотела растяжку и все такое Мы тебя выкидываем из нашего чада Чада Ты из пингшугера покинул чадо Мы со студией Залезешь в мою сумку? Достанешь лампу кольцевую? А, я видела у тебя этот Она такая офигенная Я не знаю Нет, просто попробуй с ней Лень, да? Ну тогда не делай Итак, мы заехали с девочками в Макдональдс Сейчас мы поедем на топ-стрейчинг Или растяжку Я пока не знаю На спорт, короче И вечеринка обретает вкус Спасибо Вы понимаете, я уже на протяжении не знаю, сколько дней В неделе влогов каждый день в Макдональдсе питаюсь Реально? Реально Это прям плохо, я так скажу Мне кажется, норм Мне люди пишут, типа, я бы сдохла каждый день в Макдональдсе А я жива Может, я тебя возьму, что ли? Да, конечно Сейчас мы заедем в торговый центр Припаркуемся там Покушаем Перейдем дорогу И будем делать растяжку Классно? Нереально Прости Ничего Блин, клипы можно снимать Скажи Это вообще другое дело Ты где его взяла? В player.ru Вырезаем Ладно, по бартеру? Нет 1800 рублей Силкский Мне тоже такое надо Очень удобно Скажи Класс И там сидит такой третий Ему слово дали Подсветили его видно Блин, прикольная штука Карина Ты похожа на купца Из сказок Я себе в учебнике истории купцов Так и представляла Которые жуют И им пофиг на то, что говорят другие Да А, короче Я не буду заниматься, если что Забыла Вся кульминация Да, ну, во-первых Я не брала форму Я прям с самого Вчера, по-моему Или утра Сказала Карине, что Не-не, спасибо за приглашение Очень щедро с вашей стороны Присоединиться к вам на топ-стрейчинге Но я, наверное, откажусь Потому что я не выезд Как обычно И вообще, знаете ли Мне сложно решиться на спорт На виниры легче мне было решиться Чем на то, чтобы пойти заниматься Слушай, растяжка Это даже, ну, это спорт Но это не такой спорт Ну, я согласна Растяжку я реально хочу Я просто У меня так взлом каждый раз Растягиваться? Угу Идти туда Если бы не Карина Я бы никогда не хотела вообще Маленький пикер Машать мне надо было, Карина, какой? А кто большую взял? Ты, Маш? Конечно же Она же на растяжку идет Классно пофоткались И находит пофоткались Я как-то китаясь Усечка Все, которые не Сус сальса Это мой Сальса есть Я обожаю, как работает мозг После того, как ты поел в Макдональдсе Все так Ударяет Количество этого Сахара Соли Углеводов И прочего Что-то так хорошо Такие горячие Ты пробовала острые крылья? Они крылья Наггетсы Есть острые наггетсы И бритвы появились Надя заказывала Капец Что я раньше не могла сказать? Я думала, ты в курсе всех новостей Макдонамса Это сейчас была такая офигенная интеграция Только почему-то Макд не платит Лофи Ага Реальная интеграция блога Сидят такие, не бойся Каждый год или сколько там у них Выделяется денег на рекламу Так, вот список блогеров У кого будем брать рекламу за деньги? У Пушман не надо Она и так рекламирует нас Тупо Реклама компании еще не успела запуститься У Юрия в лугах уже Уже все знают, да Ой, я же, знаешь, когда там эта акция со стаканчиками была? Я тоже в лугах говорю С оборудовым и сервисе, да? Да У меня знаешь, сколько стаканчиков? У меня восемь Блин, нихрена Офига Шесть У меня два Но это не я собирала, это брат По-моему, там комбо надо было заказать просто, да Еще одна интеграция Все, пошли нахрен Приехали на топ-стретчинг Сейчас сюда зайдет куча девчонок Карина будет тут заниматься Тут будет Маша Три, два, один Почередно тягиваться И нам тут их и наставку были кусочек себя дожали Два, три, хорошо, четыре Я это в папу Типы, богатые кофе Правда, мы проверим собой Типы Надо Славе позвонить, сказать, что я на тренировке поздно буду Ногу сломала? Я засыпаю Да ладно Что? Что такое? Ты расскажи свои эмоции Юля, отложи Пока девочки этой фигней страдают Ну нет, на самом деле, скорее всего, я тоже приду сюда позаниматься Я читаю ваши коментосики Ставлю лойся Юля у нас сегодня режиссер Блин, берется снять обувь, а то она шуршит Я люблю быть спортивный и не вонючий Поэтому нет, ничего Короче, снимает Юля рекламу Маши А я снимаю Юле, как она снимает Маши рекламу на влог Так как эта студия находится рядом с нашим домом Я бы хотела, чтобы вот эта вот девушка ходила со мной Но я не вижу, что сегодняшняя тренировка ей понравилась И мы будем ходить вместе Потому что Маша живет далеко Она не может ходить со мной постоянно Не то, что мне нужен кто-то, да? Ну, блин Это прикольно И они смотрят это каждый день Многие как-то Они сумасшедшие, да, это просто крейзи Они сумасшедшие, да А во-вторых, реально интересно, как выглядит Кайнин лифт Ну, вот, если вам интересно В этом спалено много Интестент пара покрасит Такой стрёмный дом Засрали Сколько ему? Лет 50? Да ладно, новый дом Сейчас мы посмотрим на лифт, который я еще не видела чистым Без всяких деревяшек Потому что дом новый И так как тут у всех ремонт и вся фигня Они его берегли Предлагаю достать ключи и начинать чиркать Я прям ошеломлена Хочется узнать на этом зеркале Вот видите, здесь дырочки Наверное, это для зеркала Но зеркало здесь не будет еще долго Потому что, ну, все-таки лифт грузовой Итак, мы сейчас будем проверять, сколько в Юле жира Ваши ставки, девочки Слушай, меньше чем Минус 5, минус 0 Меньше чем 5% Окей, ну Окей, 10% А норма есть какая-то здоровая? Тебе покажут, какая у тебя норма И сколько ты должен, сколько ты должен быть Я переживаю Ну, мы же тебя думаем, там просто 0 Потому что я вот так поделала, уже 0 Ладно, встаю Сейчас Смотрите, как я назвала ее Гоги, вставай 79 О, очень жирная Смогу вставать? У тебя, да, да 10 из 10 У тебя оценка тела 10 из 10 Типа я идеальная? Да Телесный жир Все зеленое Вес тела А, ну у тебя даже на грани низкого, смотри-ка Я знаю Телесный жир тоже ниже нормы даже Очень интересное приложение А что она тогда выдает 10 из 10, если такое все пограниченное? Это идеально Нормальное Это что? Мышцы нормальные А, типа не лохушка? Да Только что так много раз бывает, 76% Это что такое вообще? Да, мы все состоим из мышц Ну просто... Кости покрыты мышцами и сверху это покрыто жиром Не, на самом деле так, если посмотреть, девочки, обратите внимание Что? У тебя уровень воды в организме нормальный Ну да, я же много пью в последнее время Ну я тоже дофига пью, но у меня, по-моему, даже он близко к недостаточному Хотя я, блин, столько пью Ну может быть у вас как-то вода сильно израсходуется? Юля просто едет картошечку в Макдональдсе У меня соли много в организме А соль задерживает воду Ну смотрите, у меня... Неплохая теория Это же мышцы? Да Ну у меня... Я вот, знаете, что странно, реально я спортом не занимаюсь Вот в зал не хожу Но я достаточно, ну, спортивная Ну то есть... У тебя жопа офигенная Да нет! Какой у меня жопы вообще нет Я когда похудела, у меня вообще попа пропала Посмотрите, бисит, блин Да, вот так кенствуешь и все, приветики Ну так-то, конечно Последнее, интересно, метаболический возраст 23 года То есть твой организм работает, ну, так как надо На 23, то есть тебе метаболизм хороший Она будет через пару месяцев. Ну, а ты знаешь, сколько у меня возраст? С некоторыми анализами мне хочется задать вопрос, а почему нельзя есть в Макдональдсе? Нужно пить только воду и, блин, дохрена заниматься спортом и есть овощей, если ее лететь наоборот. Она ведьма. А теперь у вас что там написано? Я не хочу показывать. У тебя вообще красного ничего не было, а у меня все красное почти. И у меня метаболический возраст 31. А мне, блин, 23. А почему? Что это значит? Типа, как организм работает? Ну да. Типа, твой похуже сейчас? Хуже, да. И получается, у меня жира too much и ожирение. А у меня мало? У тебя в норме жира. А, нет, у тебя мало жира. У тебя недостаточно. Как интересно. И в комментариях сейчас, Юля, девочки тебе просто завидуют. Конечно, завидуем. Ну, не, на самом деле, не завидую, ясно. Маша вот. Покажи. У нее тоже все, смотри. Только вот это плохо. Что это за опасность? Не знаю. Видимо, у тебя низкая калорий, ну, то, сколько ты должна есть калорий в день. Типа, ты меньше ешь или что? Не знаю. Типа, мне нужно есть меньше, потому что у меня скорость основного обмена веществ ниже, чем надо. Не знаю, что это значит. Ну, знаете, учитывая то, сколько я в последнее время ем мороженого на ночь, сушь, булок, долмы и всего вперемешку, по-моему, у меня офигенный метаболизм. Не знаю. На 26 лет. Ты моложе меня. Что-то не так. Но все равно, учитывая, что это все равно не точно, в любом случае, это так он сказал, ну, я так думаю, тебе вот столько лет. Так и сказал, он сидит такой маленький, грузовый, такой, думаю, тебе только. Под местами, ой, какие ножки, какой педикюрчик. Мне кажется, что если сейчас и ты, и я взвесимся, будет по-другому. Может, он реально, я его просто поставила как-то. А ну-ка, кстати, ну-ка давай еще раз на всякий случай, потому что я не увидела, как ты стоишь ногами. Давай. Сейчас кажется, мне очень 50. Не, ну, я думаю, там одна. И один жир. Ближе, да. Не, ну, так же. Да не, мне кажется, все правильно. Не, все правильно, по-моему, всякий. Ну да, все так же. Отстой. И она так надеялась, что ты окажешься немножко. Да не, я рада за нее, правда. Ну, то есть, мне гораздо лучше так, чем, например, ты была бы с собой недовольна, и при этом ты не любишь ходить в зал, не любишь там есть... Не, если бы, ну, понимаешь, типа, то, что мне не нравится, я меняю в себе. Если бы мне не нравилось то, что я там, грубо говоря, много вешу, хочу похудеть, то у меня бы была цель похудеть, и я бы этим занималась. Ну, то есть, ходила бы в зал, качалась, но так как я, ну, как бы смотрю на себя, меня все устраивает, и думаю, ну, что такое, даже здесь с месяцами все в порядке. Зачем мне тратить время? Ты пыталась, ты пыталась, ты пришла на растяжку. Не, ну, шпагат, например, он тебе нужен. Ну, это красиво, да, нужен. Интересно, кстати, вообще, на сколько я способная? Пойдем вместе как-нибудь. Да не очень. Аж тут все сломалось. Поцелую я тоже Юлю, потому что мы дружим. Ура! Сережа и Влад решили не слать меня. Поцеловали в щечку. Спасибо, мои хорошие, так приятно. Что с ними сделалось? По-моему, тоже поцеловать. А снимала такой вдох? Оба были? Да, конечно же. Вот, а мальчик посередине послал меня. Я даже имени его не могу произносить. Мальчик посередине. Ась, прости, я ничего не могу поделать. Ну, блин, я на самом деле его не знаю. А, а что он сказал? Он мне послал, потому что не знает? Да, ну ты начала кричать, пошел. А, ну да. Поэтому мы не слушаем. На самом деле мы сидим. Ну давай посмотрим, что он сказал. Сядем Юль Бушман, я думаю, что не в курсах. Кто это? Мы не знакомы. Я с познакомец Тарянчик. Целую я. Ну ладно. Это мой рал. Я пришел дышать. У меня Саша Кэт, я не знаю, кто это. Кого ты шлешь? Саша Кэт. Саша Кэт. С кого целуешь? А, еще кошек нет. Больше собак нет. Кого ты шлешь? Ольга. Знаешь, никогда не думал, что это было, что это было. Просто фикс. Калина Казахстанцев очень классная. Девочка сейчас обращалась к ней на поводу моей чего. Она мне помогла очень, поэтому я ее рецептую. Что-то, может, Бибером спать придется. Придется. Ох, ноша. О, да. Ладно, пошлем мы Бибера. Пошлем Бибера? Что, с ума сошел? Я не могу перестать, Калина Казахстанцев, мне оску бьешь. Да! Молодец, хороший. Мы сидели, ждали, будет это шутка или не будет. Калина Казахстанцев. Опа, вот это залет. Ой, не переживай, ты уже 17-14 лет. Калина меня поймет, почему я не мог послать Джасина, потому что я тоже его поклонница. Целую я Джасина и шею Нюту-Нюту. Прости, Рометки, как бы уже прошло. Я же целую Бибера. Ну, типа, будешь ты Бибера нацеловать. Интересный рассказ Бибера. Ну, типа, да. Ваш папка меня. Я целую Бибера. И пошлю Карину, потому что, ну, ну, потому что, ну, вот так вот. Он даже нормально не объяснил, почему. Я собаку ее видел, а... Ну, тебе не мешает вопрос. Не Карина собака, а собака реально. Ну, то, ну, что, в принципе... Космар! Космар! Дружно, Катя тоже послала. Пусть сосмар! Булачка ты, малина булачка. В общем, ребятки, я уже дома, и... Я уже давно дома, на самом деле. Обычно я снимаю концовки для видео, после того, как я смонтирую все видео, потому что тогда я понимаю, сколько по времени у меня выходит влог. Два часа ночи, 19 минут, и я закончила монтаж всего видео. Только вот эта часть, которую вы сейчас видите из дома, я ее снимаю в конце. Извини, Вивена. Пусть думает, что ты меня просто целуешь, мой маленький. Ты забирай уже, забирай, ты мама сейчас опять ляжет. Короче, если вы все видео смотрели мамою болячку на губе и думаете, что это такое, сразу хочу сказать, что это не герпес. У меня его нет, слава богу. Хотя не вижу в этом ничего страшного, да, но просто это не он. Недавно произошел интендент. Порез у меня здесь был очень неприятный. Блин, я безумно жду 10 число, когда мне поставят нижние виниры, потому что верх и низ отличаются по цвету пипец как сильно. То есть наверху у меня белоснежные зубы, а внизу как бы нет. Какие мне вам новости рассказать? Вчера вечером, когда я закончила монтаж видоса, я смотрела интервью с Дорожный Собчак с Андреем Малаховым. Интервью очень долго, я его досмотрела до конца. И могу сказать, что я просто, просто обожаю Андрея Малахова. Я не знаю, я его так уважаю, мне так нравится как журналист, как человек. И просто я столько выпусков посмотрела прямого эфира. И пусть говорят, когда он вел, пусть говорят. В общем, вот реально. Какое-то время я думала, что мне просто нравится формат программы, поэтому я могу смотреть и Пусть говорят, и прямой эфир, независимо от того, кто ведет эту программу. Но хочу сказать, что я всегда смотрела Пусть говорят с Андреем Малаховым. И потом в какой-то момент я начала смотреть прямой эфир с Борисом Корчевниковым. Тоже безумно очень нравился Борис Корчевников как ведущий, журналист. И мне было интересно смотреть эту программу тоже с Борисом. Но потом, когда Андрей Малахов начал вести прямой эфир и как бы ушел с Пусть говорят, и Борис тоже как бы перестал вести прямой эфир, понятное дело, я смотрю теперь только прямой эфир. Ну то есть я не знаю почему, но Пусть говорят мне максимально не нравится. Теперь программа, она вообще не о том, что я хотела. Не о том, о чем она была. Возможно, какие-то некоторые только выпуски, но это прям вот знаете, очень-очень редко, исключительно какие-то определенные выпуски я могу посмотреть, пусть говорят. Просто потому что мне нравится такой формат, когда обсуждают какую-то проблему, есть как бы эксперты, гости. Ну мне это интересно. Как бы это глупо, наверное, странно не звучало, но от того, что я очень люблю такие программы, я могу смотреть абсолютно все, даже не на тему каких-то разборок, еще какой-то фигни, то есть я могу смотреть про каких-то актеров, про каких-то, я не знаю, известных людей, которые, ну, например, там ушли из жизни, про них делают программу какую-то, и я, может быть, даже не знала этих людей, и на самом деле я очень многое узнавала из этих программ. Как бы глупо там, может, это не звучало, хотя это не глупо. Ну то есть, да, в принципе, я должна читать книги, оттуда все узнавать, наверное. А я очень многое узнавала из этих программ, и я никогда вам не рассказывала об этом, но меня приглашали даже как-то на ведущую. Я не буду называть телеканал. Меня приглашали вести одну передачу вместе с двумя журналистами. Я не буду говорить, что за программа, потому что я даже не в курсе вообще, вышла она или нет, но суть в том, что мне предлагали прям идти туда работать как ведущую, с зарплатой, приезжать туда там, грубо говоря, сколько-то дней в неделю, снимать выпуски. И, то есть, вот так интересно, я очень волновалась. Мы записывали где-то два, по-моему, пилотных выпуска, которые, понятно, никуда не пошли. Даже я присутствовала на летучке. Поэтому еще мне безумно было интересно смотреть интервью с Андреем Малаховым. Ну и просто, потому что я его знаю, и он очень крутой. Хоть мы и не бестфрендс, конечно, но несколько раз в жизни виделись, и немножко даже болтали. И для меня это вот прям, я мало кем восхищаюсь. Вот серьезно, у меня нет кумиров, я не фанатка. Я такой человек очень в этом плане приземленный. Я ни на кого не смотрю с открытым ртом, но Андрей Малахов — это один вот из как раз-таки тех людей, которыми я восхищаюсь. И так вот, по поводу этой программы, куда меня приглашали быть одной из ведущих, а ведущих всего было три, и я, и два журналиста. Мужчины. И мне было очень страшно, но это был классный, интересный опыт. Но после двух снятых пилотных выпусков, это у меня где-то неделю, наверное, все длилось. Несколько дней приезжать туда, снимать пилотные выпуски. Ну, как бы рано приезжать, все такое. Ну, в общем, не буду уже подробностей рассказывать. Это было, наверное, год назад. Я просто не помню, почему. Ну, в общем, не делилась с вами этим, потому что думала, нафиг никому это не надо. Так вот, меня туда позвали, между прочим, на федеральном канале. Но я отказалась. Ну, если честно, зарплата небольшая была. Но и не только поэтому. Я просто поняла, что на это будет уходить, во-первых, очень-очень много времени. И, скорее всего, у меня не будет оставаться времени на YouTube. Это реально так. Я не смогу полететь, сорваться в какое-то путешествие по какому-то крутому проекту тогда, когда я захочу. То есть, ну, у меня был выбор. Либо работать на телевидении за низкую, очень низкую зарплату. Настолько, что я с YouTube больше зарабатываю, с монетизацией. Либо делать все, что хочу. Быть самой себе начальником, путешествовать по миру и все такое. Моя мама была безумно расстроена того, что я как бы типа такая, нет, не мое это. Но это на самом деле как-то не мое. Я не знаю, может, нет подходящей какой-то программы, шоу, где я могла бы себя почувствовать как в своей тарелке и реально кайфовать. Но каждый раз, когда меня приглашали на какие-то эфиры, даже на прямой эфир я ходила тоже к Андрею Малахову, я очень всегда волнуюсь. Я сижу просто в экспертах. По сути, всем на меня пофиг. И я понимаю, что это не прямой эфир, то есть это запись. А я все равно так волнуюсь. И это вообще не передать словами. Мое волнение, мне просто всегда кажется, что сейчас, когда мне надо будет говорить, меня вырвет просто от волнения. Ну, знаете, такое вот чувство. В общем, я в шоке. Так вот, и когда я пришла туда на эти вот пробные записи программы, в которые меня звали, я общалась с двумя взрослыми уважаемыми журналистами. И я понимала, что я не лохушка, которая не в теме. Со мной было о чем поговорить, и даже они о чем-то говорят. И я вроде как должна была быть не в теме, но от того, что я смотрела кучу выпусков прямого эфира. Пусть говорят, я все знаю. Кого-то обсуждают, какую-то личность. Я такая, а, да, и там же вообще вот это, вот это. То есть я получала такой кайф, и в такие моменты я понимаю, как же важно развиваться. Просто пипец, потому что я очень часто нахожусь в таком обществе, где люди достаточно умные, интересные. И если я чувствую, что я не могу с ними о чем-то поговорить, либо я не в теме, я очень комплексую из-за этого. Это связано также с английским языком. Когда я езжу в какие-то крутые поездки, куда приезжают блогеры, классные, талантливые люди со всего мира, которые говорят на английском. А я такая, hello, my name is Yulia, my Instagram. Это комплекс мой большой, и самое тупое, что... И знаете, что самое тупое? В том, что комплексы, которые у меня там во внешности, я могу изменить, потому что для этого не нужно столько усилий прилагать. То есть я не знаю, как себя назвать, ленивой или просто сумасшедшей, офигевшей, глупой девчонкой, я не знаю. Но я не считаю себя глупой, если я хотя бы могу признаться в этом, и признать это прежде всего само себе, что поставить виниры, сделать губы, нарастить ресницы, это проще простого. Ну, типа, мозги для этого не нужны. Выучить английский язык, читать много, развиваться, для этого уже нужно больше стараться и напрягаться, понимаете? Я всегда стараюсь найти то, что мне будет интересно, но не только интересно в каком-то развлекательном плане, нет. Я, вот честно скажу, я стараюсь больше смотреть именно каких-то развивающих фильмов, не знаю, программ. Мне очень тяжело тупо сесть вот за стол, знаете, как в школе, как уроки делать, и читать что-то в книжке. Я не могу собраться так, мне это тяжело, мне это скучно, мне, ну, реально не могу и не хочу. А найти какую-то крутую программу, где мне, блин, расскажут, я просто понимаю, что вот нафига. У меня, знаете, у меня всегда память и принятие информации лучше работало не через прочтение, а именно, если мне кто-то это рассказывает, либо я слушаю. Знаете, как я в школе готовилась к истории? Может быть, засмеёте меня, не знаю, но так я лучше всего воспринимала, запоминала информацию. Один раз я читала, понятное дело, там задавали параграфы какой-то прочитать на дом, и были под пункты, типа, и каждого вызывали к доске какой-то определённый пункт рассказывать. Один раз это читаю, потом даю это своей бабушке, она это тоже читает, и потом она мне как бы пересказывает. То есть я уже прочитала эту информацию, что-то для себя приняла, но, может быть, суть даже не уловила. И моя бабушка просто берёт, и мне это как бы пересказывает понятным для меня языком, и так, чтобы я это запомнила хорошо, и я воспринимала информацию офигенно. То есть вот, я не знаю, у кого тоже так было или есть, напишите в комментариях, но у меня это конкретно с историей связано. И каждый раз, когда моя бабушка или моя мама мне как-то помогали с уроками, они каждый раз офигевали и говорили, «Господи, зачем это детям в таком возрасте? Зачем столько информации?» Вот, ну, просто, знаете, меня всегда бесили какие-то школьные системы, когда тебе в мозг просто столько всего запихивают, и ребёнок не может усвоить из этого ничего. Почему нельзя дозированно как-то давать информацию, самую важную, самую главную, самую основную? Они просто всё тебе в мозг накидывают, и ты должен знать всё, и запоминать всё. Но это невозможно, потому что всё у тебя в голове не отложится, у тебя просто не хватит памяти в мозгу, как на флешке, понимаете, чтобы усвоить всё. Ну, короче, меня это просто бесило всегда, я поэтому как-то вот так к школе относилась, ну, типа, блин, я могу учиться, я не совсем там потерянный человек, ну, просто зачем загружать? Я не люблю, когда загружают детские мозги, понимаете? Согласитесь, лайк, если согласны. Уже забыла, к чему вела. Ну, в общем, мне проще посмотреть какую-то крутую программу, передачу, чем сидеть и втыкать в книжку. Вот лучше снотворно это книгу почитать. Офигеть, сегодня уже суббота. Так, надо понять вообще, когда я заканчиваю снимать неделю. Так, пятое, шестое. Ах, ну всё, получается, то есть 10-го числа я снимаю с нижними зубами, винирами и всё. Блин, девочки. А во сколько я вообще кручу 10-го, иду? В 4 так же. Ну, кстати, верх мне быстро поставили. Я была очень рада. Но вниз я точно буду просить анестезию везде, потому что когда мне ставили верхние зубы, я сказала, давайте не будем пока колоть анестезию, потому что вроде всё нормально. Но потом в итоге я поняла, что с этой стороны у меня зубы более чувствительные и, ну, как бы неприятно было. Типа, знаете, холод, холодная водичка или там ещё что-то. Поэтому мне туда вкололи анестезию. Но в этот раз с нижними зубами я не буду такой глупенькой девочкой. Я сразу попрошу анестезию. Во-первых, чтобы я вообще ничего не чувствовала, не парилась. Мне так проще. А во-вторых, чтобы она потом быстрее отошла. Потому что когда мне будут ставить виниры, как раз анестезия потихонечку, помаленечку будет сходить на нет. И когда я выйду из кабинета врача, я надеюсь, что я буду уже нормально говорить, а не как размазня какая-то. Самое тупое, когда мне сказали, можете прополоскать рот? Когда у меня здесь была анестезия. Я начинаю ополоскать, у меня просто фонтан изо рта, блин. В общем, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний влог. Всех люблю, целую, обнимаю и всем пока.